Я еще раз говорю о том, что у нас квалифицированное большинство присутствует. Присутствует 12 человек из 17 членов Диссертационного совета. И мы можем начинать наше заседание. Я объявляю заседание открытым. Начинаем за счету диссертации, представленной на соискании ученой степени кандидата филологических наук. Соискатель Глухенькая Леся Николаевна. Диссертация на тему постмодернизм поэзии Карла Дахи. Научный руководитель, кандидат филологических наук, доцент Беспалова Елена Константиновна. Официальные оппоненты, присутствующие по видеосвязи с нами, Ганин Владимирович Николаевич, доктор филологических наук, профессор, профессор кандидат всемирной литературы Московского педагогического государственного университета. Мы приветствуем вас, Владимир Николаевич. И Берилаева Лилия Раимовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Крымского инженерно-педагогического университета имени Фиксия Кубова. Приветствуем вас, Лилия Раимовна. Ведущая организация Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Слово для доклада о представленных соискательных документах предоставляется ученому-секретарю совета Норцу Максиму Вадимовичу. Спасибо, Василий Сергеевич. В совет поступили документы соискателя Глухенко Леси Николаевна, 95-го года рождения. Леса Николаевна в 2018 году закончила федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Крымский федеральный университет имени Львенцкого по направлению подготовки 45.04.01 «Филология. Направленность. Образовательные программы английский язык и литература» по окончанию учебного заведения и письменной квалификацией Министерства филологии. В 2021 году окончила площадная аспирантура в Федеральном университетском университетном учреждении высшего образования Крымский федеральный университет имени Львенцкого по направлению подготовки 45.06.01 «Заказнание литературоведения. Направленность. Образовательные программы литературы народов стран в рубеже и европейские и американские литературы». Присвоена квалификация исследователей и преподавателей исследователей. Диссертация выполнена на кафедре русской зарубежной литературы Института филологии Крымского федерального университета. Все документы в полном объеме представлены и соответствуют предъявляемым требованиям. Спасибо. Спасибо. Для изложения существа основных положений диссертации слово предоставляется соискателю Грухенькой Лисе Николаеву. Пожалуйста. Уважаемые председатели, уважаемые оппоненты, уважаемые члены диссертационного салюта, гости, коллеги. Вашему вниманию представляется диссертационное исследование на тему постмодернизма поэзии Кэролла Ндаффи. Актуальность работы заключается в необходимости анализа биографии и творчества Кэролла Ндаффи, известной и популярной британской фонтессы шотландского происхождения, поэта-лауреата, чье творчество относит к одной из малоизлученных областей английской литературы современной новой поэзии. Родившись после войны и получив опыт внутренней миграции, поэта-ла начала рано писать стихи, в которых можно проследить появление постмодернистских настроений, упадка, переосмысление политических, социальных и культурных настроений в жизни общества, которые дополняются постмодернистскими приемами, полученными в ее религии. Следовательно, появилась необходимость в осмыслении идей, которые формируют поэтику постмодернизма в художественных текстах, написанных Кэролла Ндаффи, начиная с конца 70-х годов XX века. А отсутствие исследовательской традиции потребовало представления собственной методологической концепции изучения ее поэтического наследия. Подробный анализ зарубежной отечественной теоретической методологической базы по проблемам представлен в автореферате. Отметим лишь, что в отечественном диссертационном корпусе отсутствуют труды, раскрывающие характер поэзии исследуемого автора в ракурсе постмодернизма. Цель исследования состоит в комплексном изучении поэтического творчества Кэрол Ндаффи в ракурсе постмодернистской поэтики и эстетики. Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осуществлен анализ поэзии Кэрол Ндаффи, в ключе философии постмодернизма и обоснованные особенности поэтического текста указанного автора, которые конституируют поливалентную поэтику и отражают важнейшие жизненные реалии и духовные ориентиры британского общества в эпоху постмодерна. Материалом исследования стали оригинальные поэтические сборники Кэрол Ндаффи, а также и рак общественно-политических стихотворений, которые написаны автором на посту поэта ларяда. Диссертация состоит из введения трех разделов, заключения, списка литературы, а также приложений, куда пошли избранные стихотворения автора, переведенные автором диссертации. Некоторые русские переводы этой поэзии репрезентированы впервые. В разделе первом представлены ключевые теоретические понятия и методологические проблемы исследования. В первую очередь следует отметить, что антимодернистские настроения в литературе развитие получают после двух мировых войн. Тем не менее, оформление направления постмодернизма в Великобритании от Федорода Ндаффи, отвечающим на запрос кризиса европейской культуры, происходит только в 70-е и 80-е годы XX века и в первую очередь, конечно, в прозе. Поэзия этого времени рассматривается как часть современной новой поэзии. При этом сильное влияние постструктуралистских идей обусловило в общих чертах доминирование их категорий в поэтических текстах. К особенностям новой поэзии можем отнести переосмысление вечных тем и обращение к социальной повестке в возрожденной поэзией свидетельства и поэзией ответственности, принципы поэклиптичности, необязательности рифмы и перформативности. Стремительное развитие постмодернистской фрозы оказало, конечно же, влияние на поэзию. Речь идет о ее философичности и паносторичности, нередко прозаической форме, а также тенденции к реинтерпетации античных мифов, священных книг, реальных событий минувших лет. К концу столетия наблюдается активизация феномена женского письма, развивающегося в русле феминизма. В разделе 2 мы сконцентрировались на изучении формирования и художественной динамики поэтического творчества Кэролла Эндафи. В числе основных факторов, показывающих влияние на политическую практику автора, шотландско-ирландское происхождение, католическое воспитание, в том числе задающие метафизическое изменение в мире. Также нужно отметить, что католическое образование призвело Кэролла Эндафи на трагедный вкус. Благодаря знакомству с библией, поэтесса полюбила Санетта, из-за их скожести с молитвами и кораллами, а ее поэзия значительно обогатилась евангельскими сюжетами. Вторым важным фактором оказывается ее принадлежность к рабочей среде. Либерист Экстремлянца также понимание политического как ориентного и перформативного привело к появлению политических перформансов, выражающих понимание слова как инструмента. Опыт внутренней миграции, а именно переезд семьи на Юн Англии из-за безработицы, получил отражение в обращении к проблемам национальной идентификации, мультикультурализма и маргинального опыта. Становление поэтессы приходится на времена правления премьер-министра Маргарет Тэтчер, получившего критическое переосмысление в сатирических монтрах автора. А также отмечено тесной связью с деятельностью ливерпульских ориентов. Новая политика не могла быть воспринята первой графе позитивно, а шотландское происхождение только усиливает динамику сопротивления становлению неолиберального порядка. Начиная с 1985 года оформляется зрелое творчество автора и три его ведущих направления «Женское письмо», «Общественно-политическая лирика» и «Литература для детей». Краеугольный камень творчества автора «Женское письмо» можно условно разделить на интимную и феминистскую лирику. В выборе поэтической формы Дарфи чаще обращается к свободному стиху, реже к сонету, любовь, к которому автор нежно бережет за школьной скамьи. Лирическое «Я» женского монолога нередко автобиографично, а в сборниках «Вечная жена» и «Евангелие от женщины» формируется лирический образ вечной жены. В любовной поэзии автор распрывает как отношения между мужчиной и женщиной, так и отношения женщины с окружающим миром. Центральными темами феминистской поэзии становятся темы неравенства и патриархальной несправедливости. Задевающие поэтессу лично, автор принимает проблему разной социальной ценности полов и со временем отличается рост связи гендерного вопроса с обличающей коммунистской сетирой. При этом вместе со вступлением в должность поэта-лауреата общественное письмо Кэрилл Эндафи разделяется по трем путям направлений. Это поэзия-свидетельство, общественно-политическая лирика и лауреатская поэзия, посвященная согласию личного характера, касающейся монаршей семьи. Пройдя творческую эволюцию от пересмотра личного и исторического опыта и освещения реальной постиндустриальной жизни, автор обращается к темам войны, насилия и власти, а также к общекультурным темам, в частности поэтесса, прошу прощения, поднимает проблемы консерциализации культуры, безнаказанности политиков, миграции, бюрократства. Практическо мы заняли исследуя, исследуя творческие интенции и их воплощение в поэтических текстах, мы определили основные постмодернистские приемы, конституирующие полеволентную поэтику. Большинство сборников Кэрилл Эндафи пронизаны интертекстуальными связями. Встречаются аллюзии в науэтические, библейские и литературных языках. В аспекте эритоматичности, поэтическая исследована автора, отличает принципиальная систематичность, порой вовсе незавершенность, открытость или отсутствие структуры, обилие средств графической грозительности, множественности интерпретаций, связанной с сюжетной вариативностью понимания ситуации. В это, как правило, достигает прибега к двойному кодированию, посредством языковой игры, построенной на полисемии и анонимии, трансформации в грамматической структуре предложений. Прием авторской маски в поэзии Кэрилл Эндафи определяется под растворением голоса автора в используемом социально-политическом и феминистском дискурсах. Публичный дискурс в творчестве автора освещает идеи интегративного характера и многонациональности. Однако на первый план выходит контекст, в который может быть помещено национальной идентификацией. Идея гиперсенсуальности, обращение к изображению актов чувственности становится онтологическим выражением постмодернистского приема интересности в женском письме Кэрилл Эндафи. В результате проведенного исследования сделаны следующие наиболее значимые выводы. Доказано, что обращаясь к метанарративам и архетипичным образом, Кэрилл Эндафи создает постмодернистский поэтический интертекст, в котором происходит реинтерпретация художественных смыслов с позиции новой иерархии ценностей. Аллюзивное восприятие поэтической формы, в свою очередь, порождает в творчестве Дахи феномен нового столета. Обосновано, что изоматичность поэзии автора можно охарактеризовать свободой поэтической формы, нелинейностью текста, отказом от подбора лексических средств, смешением стиля и усилением его выразительной графики. Также было выявлено, что благодаря приему двойного кодирования поэтесса достигает высокого уровня иераризации художественного текста, читатель оказывается вовлеченным в постмодернистскую языковую игру. Также было выявлено, что посредством авторской маски автор погружается в общественно-политические и феминистские дискуссии. В центре внимания первого оказываются идеи мультикультурализма, восприятие которых в итоге оморчается неоднозначностью явлений интеграции и ассимиляции. В феминистском дискурсе, создаваемом женским письмом автора, мы можем наблюдать сатирическое переосмысление вендорных ролей и освобождение от маскулинистского типа языка. При этом отмечено формирование особой женской сатирической картинной мира. И, наконец, было выявлено, что обращаясь к женской телесности, Даффи пытается еще больше переосмыслить бинарную патриархальную картину мира и создать особый женский дискуссии. Все телесные элементы у Даффи наделены возможностью порождать духовное. Через тращивание рационального и чувственного происходит самопознание. Обосновано, что одним из условий развития поэзии и коронавирус Дахи становится постмодернистская традиция, позволившая критически переосмыслять предшествующий культурный опыт в переложении как на личный женский опыт автора, так и целого построенного поколения Великобритании. Благодарю вас, уважаемые коллеги, за внимание. Буду рада ответить на все возникшие вопросы. Спасибо. Прежде чем члены советов начнут задавать вопросы, как вы будете отвечать? На каждый вопрос отдельно или? Отдельно. Отдельно. Хорошо. Спасибо. Тогда, пожалуйста, Володь Геннадьевна. Уважаемая Леся Николаевна, скажите, пожалуйста, это у вас было и в вашей речи, и в ножественной странице от хериферата. Что общего между сонетом с молитвами и хораблами? Благодарю вас за вопрос, Любовь Геннадьевна. Здесь я привожу цитату самой Тайвеллы Баффи. Она утверждает, что их краткость и доступность, в первую очередь к запоминанию, является схожим мотивом первых и во вторых. Это буквально цитата автора исследуемой диссертации. И тогда следующий вопрос. Чуть выше напишите, что... Можно микрофон? Католическое образование дало Дарфи литературный скуч, да? Прививает Дарфи литературный скуч, да? И в поэзии появилась лексика высокого стиля. Это тоже она как-то откивает на католическое образование? Это ваш вывод. Волюберилась еще за один вопрос. Здесь нужно дать следующую оценку. Дело в том, что изначально Дарфи происходит из рабочей среды. Она всегда это подчеркивала. И в том числе это отражается на той лексике, которая в ее стихотворении присутствует, а именно это могут быть аджентрализмы. И, соответственно, это могут быть слова диалектизма, поскольку она является носителем как шотландских, от дирландских парней. И поэтому в связи с тем фактом, что она в юном возрасте, выходя из среды такой вот, ну, при том, что лейбористской, но рабочей, попадает в несколько, в очереди, школ при католических монастырях, она приобретает как раз-таки эту тягу, во-первых, к изучению Библии, то есть ее интересуют сюжеты, которые мы можем наблюдать там. И, во-вторых, это, конечно, сказывается на лексике, потому что появляется и лексика высокого стиля, и она в дальнейшем демонстрирует мастерство симбиоза, потому что в ее стихотворениях не очень часто слова жарлонные, просторечные, диалектизмы, и высокая лексика соседствуют. И тогда последний вопрос, если позволите. Да, конечно. Каковы традиции, какие традиции она классической английской поэзии, она использует, потому что то, что вы говорите сейчас, мне напомнило, конечно, Джона Донна с его сочетанием и высокой религиозной лексики. Спасибо большое. Здесь, на самом деле, поле для дискуссии огромное. Дело в том, что Каилл Эндафи, как правило, в сюжетном и в проблематическом, а также в тематическом поле обращается к предшественникам. Ее волнуют темы исторические, и, в частности, она пытается переосмыслить историчность и философичность в принципе, свойственны британской литературе и поэзии. Также, при том, что она создает вот этот новый сонет, то есть гибридную форму, она дает дань самой трактовке сонета, как несущего определенное мироощущение. И это в том числе отражено и в любовной тематике, и в понимании мироощущения и космоса. И также, конечно же, следует отметить ее наследование традициям в аспектах поэзии окопных поэтов, поэзии поэтов-траншей. То есть это такое явление в английской литературе, когда авторы, которые непосредственно принимали участие в Первой мировой войне, в первую очередь, становились также и непосредственными ретрансляторами этого опыта, но уже в поэзии. И важно отметить, что Кэролла Даффи, конечно же, не является участником таких действий, но, тем не менее, ее цель такой поэзии, возрожденной поэзии окопных поэтов, это коммеморация, это поминовение жертв, которые были где-то с ее точки зрения и напрасными. Спасибо. Ирина Георгиевна, пожалуйста. У меня, знаете, самый такой простой вопрос... Вы включили микрофон? Простите, у меня такой очень простой вопрос. Как согласуется феминизм и католическое мировительство? Благодарю вас, Ирина Георгиевна, за вопрос. Дело в том, что в этом отношении Кэролла Даффи пришлось не сладко, поскольку она очень часто оказывается на стыке между таким достаточно радикальным феминизмом, который предполагает отход полный от бинарности, от патриархально устоявшихся норм. И здесь важно отметить, что в ее творчестве вот эти сюжеты библейские, евангельские, которые она использует, они подаются на новой трактовке. И в первую очередь она пытается переосмыслить роль женщины, и в том числе даже в таких великих книгах, как «Священное писание», и берет на себя такую смелость трактовать определенные писания, евангелия по словам. И вот в этом, собственно, и состоит симбиоз католического ее бэкграунда. Ну, наверное, синтез и, конечно, гордыня, смертный грех. Благодарю вас. Пожалуйста, Александр Владимирович. У меня сразу несколько вопросов, но начну. Судя в том, что круг моих интересов – это русская эмиграция. И вот у вас прозвучал уже несколько раз термин «внутренняя эмиграция». Судя в том, что в моей работе, опираясь на труды эмиграционеров, я говорю о том, что внутренняя эмиграция связана больше с духовной, а не с пилизмом. А вот с чем она в вашей работе? Мне показалось, что у вас другое наполнение. На кого вы отбираетесь? Александр Владимирович, спасибо за вопрос. Здесь я в первую очередь говорю о реалиях ее жизни, о биографических деталях жизни. Дело в том, что происхождение ее, как я уже упоминала, шотландско-ирландское, и родилась на Плазге, в достаточно бедном районе. И вот как раз-таки, когда Британия вступила в полный перемен Маргарет Тетчер, познаменованный ее образением, в Шотландии принесло в целом полный по Британии, в Шотландии в том числе, целый ряд реформ, в силу которых закрывались шахты, и, соответственно, люди оставались без работы. И, живя в этой среде, не имея возможности, соответственно, покормить семью, семье Дахи пришлось имиделировать внутри страны, в другой регион, на Юг-Англии, где, соответственно, у отца была возможность работать. И на девочку в том юном возрасте это оказало очень большое влияние, поскольку после того... То есть это физиологически, да? Это не душевно-топросто? Да, в первую очередь физиологически. Что касается восприятия, дело в том, что все-таки, шотландское и английское, это очень такие концепты разнородные, я бы сказала, и попав в среду на Юге-Англии новую для себя, ребенок уже в то время задался вопросом, кто я? То ли я шотландец, шотландка, эмигрировавшая вместе со своими родителями, покинувшая свой дом и пытающаяся как-то сохранить вот эту свою самоделлификацию. К сожалению, она сама в более поздних работах, я думаю, да, и сама утверждает, что ей это не удалось, что ей пришлось подстроиться, что ей пришлось ассимилироваться, что ей пришлось отказаться в чем-то от тех моментов, которые изначально были присущи. Она даже пишет в своих стихотворениях о том, что сам акцент вызывал у нее, скажем, сверстников, некоторые насмешки, и ей было очень тяжело приспособиться к новой реальности. И вот именно вот эти два фактора я и не подразумеваю, когда говорю об опыте бюджетной миграции. Хорошо, тогда продолжаю, что важно. Вот вы утверждаете, что ее женская поэля антологически отвечает маргинальной опыте. А это только для нее характер, для ее шотландских корней? Я просто почему-то говорю, что пока не банки необычны, к сожалению, в моем багажере. Но я обращу ее более подробно. Да, а вот или это для британской литературы в целом характерно? Для современной британской поэзии в целом характерно освещение маргинального опыта. Почему? Потому что речь идет не только о внутренней миграции, но также о внешней. Мы имеем ряд поэтов, ряд авторов, которые являются авторами происхождения, происхождение которых является бинарным, если вы уже так говорите, то есть они и британцы, и, скажем, их родители происхождения из стран бывших колоний, стран с дружеством, и, соответственно, они также освещают вот это свое ощущение, мироощущение, связанное с чувством где-то преломления идентификации, где-то попытки подстроиться. То есть все равно маргинальный опыт, да? Да. И, безусловно, здесь можно сказать еще о маргинальности именно женских голосов, потому что здесь, конечно, как Ирина Георгиевна только что отметила, у нее смелость, безусловно, утверждать, что ранее женские голоса были во многом маргинализированы. И здесь она также говорила, например, в своем сборнике «Вечная жена» о том, что ранее женщинам не давали такого права голоса, и она это также трактует тем, что, скажем, все заслуги, которые она получает на всех премиях, она всегда озвучивает следующие слова. Она говорит, что я посвящаю свои заслуги, то есть всем тем, чьи голоса не были услышаны. Женщина-лауреант, да, ее? Да, поэт-лауреант. Спасибо, да, Елена Викторовна. Поскольку вопрос, который у меня крутился буквально... Ближе к микрофону. Вопрос, который у меня на языке буквально крутился по поводу традиции, задала Георгия Геннадьевна, но на этом мои вопросы не иссякли, я другую задала. Скажите, пожалуйста, Лесникова, вот у вас прозвучали такие, мы, я так понимаю, в параметрах вашей работы термины – это «женское письмо», «женские лицы». Скажите, пожалуйста, какой смысл вы вкладываете в это понятие «женские лицы», то есть как эта гендерная принадлежность, как гендерная особенность, ну, например, вот это налоги языка, а не вносится, у кого он не так. Благодарю вас, Сергея Викторовна, за вопрос. В первую очередь, конечно, соглашусь, что женские голоса всегда были в литературе, тем не менее понятие, само понятие «женское письмо» и понятие «женский язык» пришли к нам не так давно, даже в десятые годы прошлого века. Это, в первую очередь, работа Ленсиксу «Кохот медузы», где он, собственно, пытается проникнуться, да, и заставить проникнуться своему читателю тем, что такое женский язык. И здесь, конечно, подчеркиваются в первую очередь такие принципы, которые затем вводят в москлодермистскую парадигму, это принцип телесности, то есть акцент на особом мироощущении женщины, который реализуется на практике в изображении авторчувственности, между тем порождающих и рациональное, то есть если в мужском мировоззрении рациональность, чувственные достаточно раздельные понятия, то есть здесь говорится о том, что женское рациональное всегда исходит из чувственного. И, конечно, здесь еще важно ответить саму авторскую маску, которую использует Кэролен Дайфи, да, что она входит в феминистский дискусс и дает голос, право голоса тем женщинам, которым, как по ее мнению, голоса не дали. Спасибо. Галина Игоревна, пожалуйста. Лиса Николаевна, такой важный вопрос. Ну, исходя из темы вашего диссертационного исследования, вы проанализировали постмодернистские тенденции поэзии Кэролен Дайфи. Ну, все нормально, убедительно прозвучало, и культура сетация окружена, но мне кажется, что в последних, наверное, десятилетий возникает такое направление уже тот постпостмодернизм, который, в общем-то, отрицает многие принципы, постпостмодернизм и кортикует многие упомножения. Но, несмотря на то, что тема ваша, постмодернизм, поэзии, у меня все-таки такой вопрос возникает. Есть ли черты постпостмодернизма в поэзии Кэролен Дайфи? И если есть, то нет, если нет, то нет. Анастасия Кэролен Дайфи – это вопрос. Хотелось бы, конечно, отметить, что действительно в последние годы активно обсуждается новое направление постпостмодернизма. Здесь важно, как и всегда, когда мы спалкиваемся с чем-то новым, отметить разнородность этого явления. Наиболее активно обсуждаются идеи метамодернизма, в частности той самой искренности, новой искренности, которую ждут и читатели, и, собственно, транслируют авторы по поэзии уже, скажем, последующих десятилетий XXI века. Здесь, конечно, важно отметить, что касательно новой искренности в поэзии Кэролен Дайфи очень сильна сатира и ирония, поэтому отказа от иронии в ее поэзии не происходит. Это движущая сила ее поэзии, это то, на чем она, да, это ее стержень. И, конечно же, если говорить об отказе от мета-нерративов, которые характерны для постмодернизма, и если мы говорим о постпостмодернизме, то, конечно, появляются идеи о том, что общечеловеческие ценности, которые выражаются в данных мета-нерративах, они должны быть возрождены и здесь Кэролен Дайфи очень часто подтвердят их сомнению. И, конечно, безусловно, по зрелой поэзии можно уже, при том, что я сейчас сказала, достаточно, мне кажется, объемно, да, о признаках несомненных постмодернизма, в зрелой поэзии Кэролен Дайфи наблюдается некоторая тенденция постмодернизма, так, например, даже ее последний сборник называется «Истренность». В 18-м году она издала новый сборник под таким названием, и, конечно, здесь можно говорить о том, что она склонна к некоторым отходу в последних своих произведениях от самого концепта вездесущей эмоции. Поэтому, конечно, в этом направлении можно проводить дальнейшие исследования и сравнивать, как в будущем, поскольку Кэролен Дайфи здравствует, как в будущем, возможно, разовьется это направление. И, чем я вам уже знаю. Спасибо большое. Спасибо. А вы переписки с ней состоите, нет? Я предприняла попытку написать на кафедру Манчестерского университета, на которой она работает, но, к сожалению, не получила ответа, хотя было бы, действительно, очень замечательно. К сожалению. Да, состоять в переписке, и там уже есть такой момент, что в нашем работном поле вы поэзия практически не освящена, есть один единственный сборник, переведенный на русский язык, это вечная жена, немалочисленный тиражок, немалочисленный, прошу прощения, тиражок, и, конечно, дальнейшее наследие... И пиратский переводник. Пока, да, пока не поле внимания, так сказать, официального, так сказать, литературной литературной литературы. Спасибо. Переходим к следующему этапу защиты. Слово для отзыва предоставляется научному руководителю, министер-искателем, беспалово я есть, Константин. Пожалуйста. Я хочу сказать, что за время обучения в аспиранзуре Олеся Николаевна зарекомендовала себя как человекоспособный, эрудированный, увлеченный в специалисте в литературоведении, самостоятельный и невершенный одаренности исследователей, проведший высокие интеллектуальные способности к осмыслению изучаемой научной проблемы и осуществлению работы по систематизации и интерпретации объемного теоретического и практического материала, необходимого для решения всех поставленных задач. Будучи человеком творческим, заискательностью подходил от материала все так за оригинально, самостоятельно, только понимая саму суть изучаемого вопроса и при необходимости осуществляла собственные переводы поэтических произведений Кэрол Энгарки, стараясь как можно бережнее сохранить не только смысл, но и в обучении первоисточника. Она использовала, кстати, все равно новую для отечественной литературической аналоги тему, разработала и осмыслила специфику теоретиками поэтических основ ее изучений и пришла убедительным выводом и существенным результатом. В процессе написания работы Лесь Николаевна проявила высокие профессиональные качества и подтвердив свою исследовательскую компетентность представила совершенную институционную работу к установленному строку. Как человек, Глухенькая Лесь Николаевна ответственна, порядочна, в общении с коллегами ведет себя скромно и благожелательно, проявляет интерес не только к научной и педагогической работе, но также успешно занимается переводческой и оригинальной поэтической деятельностью. Безусловная диссертация Глухенькая Лесь Николаевна является законченным самостоятельным оригинальным исследованием, расширяющим существующие представления в современном литературном процессе Великобритании, а само его нужно охарактеризовать как перспективного специалиста и сложившегося молодого ученого достойной сухомой степени кандидата филологических наук. В качестве человеческого наступления хочется пожелать Лесь Николаевне дальнейших научных достижений, неиссякаемого творческого вдохновения и огромного личного счастья, которого она, безусловно, заслуживает. Спасибо. Спасибо. Условы для оглашения заключения организации, где выполнялась диссертационная работа, отзывы ведущей организации и других поступивших в диссертационный совет отзывов на диссертацию и авторитетеральной диссертации предоставляются ученому секретарю совета, но по Максиму Вазимовичу. Спасибо. Ведущая организация Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Лобачевского в своем положительном заключении подписанном заведующей кафедры зарубежной и расслуживки доктором филологических наук профессором Татьяной Александровной Шарапиной указала, что обращение диссертантов поэзии, малоисследованной в отечественной науке Хэрла Геннаде, выглядит не только современно, но и необходимо, а исследовательское внимание к конвенциональным простатическим традициям в странах Содоржества последние десятилетия XX века и начала XXI оправданно и закономерно. Актуальность работы Леси Николаевны является проблематикой. Анализ принципов функционирования постмитернистских поэтических практик позволяет последить к динамику развития как самой культурной логики позднего капитализма, до сих пор остающейся предметами прекращающихся споров и полемики, так и ее специфику в отношении британской поэтической сцены последних пяти десятилетий. В отзыве также отмечается теоретическая значимость исследований, опирающихся на раскрытие специфики функционирования британской поэзии в эпоху постмодерна. При очевидной результативности диссертационного исследования в заключении ведущей организации принимаются дискуссионные вопросы, требующие пояснения. Первый. В аппедине страница 5 диссертаций представляется не до конца комментированной тезис о том, что отсутствие исследовательской традиции выпривовало представление собственных методологических концепций. На странице 8 непонятно, что именно имеется в виду под постмодернистским подходом. Третий. Гипотеза исследований формулируется в целом неточно. Следует с большой осторожностью говорить о существовании единой постмодернистской традиции. Четвертое. Тремуется четкое развлечение между модерном и модернизмом в разговоре о поэзии Юнина Хабермоса. Чуть более точной формулировке требует и другой тезис озвученный в данном разделе о том, что постмодернизм попытался разработать собственную эстетическую доприму. Шестое. Необходимо предоставить некоторому обращению более разговорную программентацию либо ссылки на соответствующую литературу, где эта аргументация приводится. Это касается, например, перечисления свойств постмодернистской культуры, приведенных на странице 27. Семь. Приследствует досадной неточности в использовании терминологии, что ведет к определенным искажениям в языке описания. Например, ситуация постмодернизма или вклад в постмодернизм дискурс. Восемь. Чуть более подробного разговора, как представляется, требует разговора женской письме, поскольку, несмотря на то, что женская отроза в странах сотрудничества имеет давние традиции, уходящие во времена позднего просвещения, своих крупных женских голосов в поэзии литература Британии долгое время не имела. Девять. Не до конца можно согласиться с утверждением о том, что поэтесса увыковечивает память подривших, в то же время утверждает мангизма, подвергая послеврагистскому сомнению постмодернизм стемиологической уверенности в разумной деятельности человека. Страница 102. Десятый пункт. В отношении анализа стихотворения Anne Petroy следует уточнить, понимает ли диссертант подразмечание осуществленное шотландской поэтессой именно пороги, целью которой является дискринитер и чехспера в глазах читателя. Один из других различаний. Вывод о том, что прием авторской маски позволяет обеспечить смену гендерных правей в феминистском дискурсе поэзии Дарфина и освободить текст от маскулинного типа языка, то именно женский язык делает неразрывность чувственного и мировозгенческого начала в женском микропоселе страничке 175 представляется не до конца адекватным правильному анализу равном отступающим в противоречие с основными установками постмогонезской теории. На диссертацию и автореферат поступили отзывы декана факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде доктора филологических наук профессора Марины Владимировны Церковой доцента кафедры английской филологии и культурологии Санкт-Петербургского государственного университета кандидата филологических наук доцента Нины Феррисовны Щербак заведующий кафедрой теории и практики перевода Севастопольского государственного университета кандидата филологических наук доцента Натальи Сергея Руденко, доцента кафедры теории и практики переводной института филологии Крымского федерального университета Юрия Юрнадского, кандидата филологических наук, доцента Марины Юрьевны Лудиновой, старшего преподавателя в кафедре зарубежной литературы Донецкого национального университета, кандидата филологических наук, Милия Вячеславовна Сапегина. Всего взаимоположительные этические замечания и дни. Сапегина, отмечая актуальность и научную новизну работы, также озвучивает вопрос. Можно ли считать полиэкриотичность синонимов общепринятого понятия полистилистика? Если нет, то в чем отличие? Лиза Николаевна, увидите, пожалуйста, способ ответа и можете представить прошлое ответное замечание. В первую очередь хочу поблагодарить ведущую организацию Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Логачевского. В лице кандидата в филологический наук доцента Колесникова Александра Юрьевича, составившего заключение, а также за ведущую кафедрой зарубежной литературы доктора филологических наук, профессора Шарыбину Татьяну Александровну. Отвечая на первые замечания ведущей организации, хотим отметить, что не ставят под сомнение обширные исследования неконвенциональных поэтических стратегий в современной поэтечественной и заводной поэзии, в обведении к работе делаем акцент на том, что в отечественном диссертационном корпусе отсутствуют труды, раскрывающие характер поэтического наследия Германдафи в постмодернистском ракурсе. Второе замечание связано с прояснением в отношении постмодернистского подроба. Безусловно, комплекс постмодернистских идей представляет собой систему художественного мирозврения, возникшей из постструктуралистских и деконструктивистских эстетических практик. Деконструкция при этом мыслится не только как метод контекстуального анализа художественного произведения, который помог раскрыть скрытые идеологические установки, но и как художественная транскрипция философии на основе данных университетных наук. Использование термина «постмодернистский подход» связано прежде всего с усвоением и активным приспособлением для литературореческого анализа, представлением, концепцией и терминологией постструктурализма. Следующее замечание в отношении гипотезы о постмодернистской традиции как одном из условий развития поэзии Киролла и Дарфи могу согласиться лишь в некоторой степени. Дело в том, что в 80-е и 90-е годы 20-го века постмодернизм уже создал собственную специфическую традицию социального анализа, которая втягивает в поле своего воздействия все новые и новые сферы научного исследования, выступая своего рода экспортером теоретического дискурса. Пятое замечание относится ко второму разделу первой главы, где требуется четкое различение между модерном и модернизмом в разговоре о позиции Юргена Хагермаса. Что касается исторического контекста, описывая исследователям, то мы, конечно, говорим о модерне. И также мы говорим о различных эстетических течениях, прошу прощения, это модернизм, а иногда и модернизме. Я полностью принимаю замечание, за которое благодарна уважаемому Александру Юрьевичу. Что касается формулировки тезиса о том, что постмодернизм попытался разработать собственную эстетическую доктрину, то здесь стоит отметить, что в представленном в отрывке есть диссертация. Он является на менталитальный принцип сопоставления различных парадигм, про условия невыделения из них одной, как наиболее состоятельной. Следующее пожелание заключалось в необходимости предоставить некоторым обобщением более развернутую аргументацию. Так, перечисление свойств постмодернистской культуры, обобщенное нами знание, выделяемое американским исследователем Михаилом Хасаном в работе «Плуроризм в постмодернистской перспективе», «Постмодернистский поворот» из целой теории культуры постмодернизма, а также на пути к концепции постмодернизма. Что касается движения ситуации постмодернизма, то оно использовано безусловно по аналогии с ситуацией постмодерна или состоянием постмодерна, под которым францтажан Франсуар Диалкаса исказал состояние современности, общее направление современной европейской культуры, сформировавшейся в 70-80-е годы прошлого века, и более узко описывает сам явление сходной мировой общественной жизни и культуры в половине 20 века. Под вкладом в постмодернистский дискурс, в свою очередь, подразвиваются системы линейтурных и именных кодов и субкодов, расшифровывающих культурные знаки, символы, концепты, которые задействованы в процессе мушкультуры и общечеловеческой коммуникации. Принципиально согласимся с предложением необходимости более подробного разговора о женском письме, так и перспективы нашего исследования. Вносительно следующего замечания, считаю, нужно дать прояснение в анализе Сонета «Рана Вековая», в котором предполагает рану во времени оставленной первой веровой войны. Говорится об остатанинском сомнении в эпистемиологической уверенности и гибели гуманизма. Данное утверждение относится как раз к утрате веры в извлечение человечества уроков. И здесь мы не говорим о полном, конечно же, отказе гуманизма. Отвечаю на просьбу уточнить, о каком пародировании размечаний идет речь в анализе стихотворения Энхэтуэй, включенном в третий раздел диссертации. Подтверждают, что не наделяем пародию, используемую шокландской поэтой, целью дискомпантировать самого Шекспира. Здесь мы говорим о авторской мифологизации личности Энхэтуэй, жены известного драматуры. Последнее замечание ведущей организации касается вывода в третьем разделе третьей главы о том, что прием пародирской маске позволяет обеспечить смену гендерных ролей в энхэтуэйском дискурсе поэзии Дахи. Позвольте не согласиться, что он вступает в противоречие с основными установками теории постмодернизма, поскольку одной из задач в ремейской критике была именно демонстрация неадекватности патриархальной иерархии в отношении окружающих женщин обеспечения, прошу прощения, смены гендерных ролей, видится здесь не в полном отказе от них, а именно от взаимозаименности. Губоко признательна ведущая организация за внимательней по чтению моей работы, такой детальный отзыв отражает неподдельный исследовательский интерес и открывает у нас многочисленную перспективу. Также я хотела бы сразу же ответить на вопрос, который поступил от уважаемой Елии Вячеславовне Сапегиной. Отзывина автор реферата, она как раз таки задала вопрос о том, схожие ли понятия поэклиптичности и поэклиптичности. Действительно, еще понятия родственные, но безусловно по отношению поэклиптичности мы можем поговорить о применении термина в зарубежной, прежде всего, англофонной литературе. И здесь, конечно, мы чаще встречаем термин постмодернистской поэклиптичности, который предполагает еще большее стилей, жанров и лирических голосов. Благодарю всех обожаемых коллег, которые проделали такую огромную работу по знакомлению и по направлению меня в дальнейших исследованиях. Спасибо большое. Прежде чем я предоставлю слово официальным оппонентам, я хочу узнать, вы будете отвечать на замечания каждого оппонента в отдельности или... Каждого в отдельности. Хорошо, спасибо. Я предоставляю слово официальному оппоненту Владимиру Николаевичу Ганину, доктору феологических наук, профессору Московского педагогического государственного университета. Пожалуйста, Владимир Николаевич. Ваш, меня... Я прошу прощения, не слышно? Слышно? Да, да. Отлично. Итак, вот исследовав, как говорится, Николаевичу подключил одной из самых популярных из старики современной британские поэзии Хэролл Энн Афин. Современные зарубежные поэзии очень резко становятся предметом изучения в научных работах последних лет. Причин унесла общая потеря популярности поэтических жанров в сравнении с позорическими. Кроме того, политические формы предполагают более сложных их анализа и требуют совершенному владению языком оригинала. То, что Лисия Николаевна решилась, несмотря на поганутые трудности, сделать выбор в пользу современной поэзии, говорит он не в зависимости к радости. Принавидование этой области литературы решает представление о литературном процессе объектности и опытаности. Это обстоятельство, не могу себе не видеть. Богослава, это флагность работы Лисия Николаевна в том, что это первое диссеркционное отечественное исследование по поэзии, когда нам дать и предъявить на унижную диссертацию. Теоретическая изначальность работы Лисия Николаевна в выходной связи с тем, что не весьма аминь, чем на результаты воздействия постмодернической порядки современных тенденций на произведение британских произведений. Выведение Лисия Николаевна, формулирую цели, задачи, свои изменения, а также положение на население на защиту. В целом, это вразделие, не бывает и серьезно, что нужно, и вразделие. В каком вразделе современная поэзия «Вседневное коровествие», «Историко-литературный контекст» три параграфа из них посвященных архитектурнической постмодернике. Что там нет, так как эта категория является центральной стерилизентации. Хотя я сейчас с большим стептичином отношусь к папу кинфинской армии во время главной или даже параграфа раскрыт в сутки литературного течения или литературной школы, дано пускать от них появился Лисия Николаевна, но сегодня эти основные вложения в госмодернической поэзии и эстетике, которые знают нормальным инструментарем при анализе произведения города Дахи. А что начинает видеть, в пятый параграф от модернизма литературной пути развития, где речь идет о специфике литературного постмодернизма, который зависит от того представления, которое он формировал в американских и французской литературе. Английские исследователи не очень охотно используются в бездном реконструктиве современных литературных людьми. В отношении поэтия графа и поднятия постмодернизма также встречаются довольно редко. Одна из причин наличия в современной гритературе сильно вынуждена статистическая тенденция. Известный исследователь постмодернизма Ген Грецель указывает, как на причинную черту современной гритературе, цитирует «постоянные клепания между постмодернизмом и реализмом». Конец цитата. Польгу пуха этой тенденции он обнаружен в творчестве генерал Ген Грецель указывает, что Дархин с этим решает одну из ключевых задач постмодернизма «доподданные воспроизведения реальных фрагментов жизни». Конец цитаты, страница 182. Однако экономичный постмодернизм как раз к этому и стремится. Наоборот, он пытается уйти от репрезентации реальности. Постмодернизм признают эксклюзивно и невредизменно причиновать, как первое, про реальность в видеокурном произведении больше невозможно. Они пытаются создавать произведения, которые утверждают собственное существование и языка текстов. Жан Бодринят предложил теорию внутриактной реальности. Изменил, что в современной культуре репрезентация изменяется стимуляцией. «Некоторые недели вызвал первый парагноз первого населения – современная британская поэзия из родного критического акции. Австро диссертации оправдывает для его недели желание провести церковный анализ политических движений и предприятий с начала 20-го века, в том числе старших подписчиками постмодернизма». Конец цитаты, страница 182. Цель в плане разумия, однако содержание парагноза не подтверждает теоретизации. В парагнозе лет не даром наиваниях, он предстоит вполне самостоятельным обзором современные британские поэзии из «Святку сранской гендерской акции». В основном разделе «Святкина» и аплодийского творчества Эрла Дарпе с Николаем обращается в диагнозе британские этессы и в течение того, какое влияние жизненное обстоятельство и ознание на ее отчество. Особо авторы предъявляют пересенитации «Шотландии» и «Вангрию», «Католические воспитания» и «Знакомство с Эдером Генрия» и «Вангрия», «Вангрия», «Вангрия» и «Вангрия» в злобе этой мере. Все эти события, несомненно, дали, если бы знать, поэтий Гарла Гандафи. Не согласившись с утверждением Несси Николайна, цитирую, «Творчество писательницы отрахает чувство глубокой веры. Конец страны чудеса шаг». На самом деле, в 16-м, так-то не видела, что полевая религиозной веры, и стала посвящать церковь. По фетруду представить, что духовный учебный ад мог создать один стихотворение, как «Джорщинс-нэмору» или «Пайлт-швайл». Затем, в пневмонии, следовательницы переключаются на завелки после субъектарской писательницы. Она распределяется в произведение этого, а в ремнии по тематическому руку. И у вас, чега, цвета, 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 аминь, женское письмо вообще наполеи, или спиритрану. Кажется, эти руки делятся несколько подруг. В этой части, внести, акцентации, Лис Николаевна обращаются к полноценному анализу практических текстов с ГРМ-кандартом. Примечательно, что большая часть это сопровождает кукулиптическим переводам, которые выполнены автором инцепционной гене. То есть, суть из таких переводов передает крабинальность работы, работа неуказанной кукулиптики у Лис Николаевны способностей к удосту перевода. Однако, у политических приложений с иностранным языком, Лис Николаевны, в первую очередь, для научной работы. Зачастливые размеры ритмов на ритм условного текста заставляют переросить на их сохранение партии, нескаживая смысл и металла. Иногда это только нюансы, но в политическом произведении они так очень важны, особенно, когда речь идет о исследовательской интерпретации. Возьмем, например, створение эллингикой истории «The Gold's Life», которая в этом разделе нориитирует лидера Николая. Первый стойкий регионал. «Пес, I was dead and down, and then I grew a shape of my form of self-Norman». В феории, послушайте, девчонки, чьи песни еще звонки, поздравляем у дарства, а в одном походу в зеленом царстве, и перетим, слепая, поменьше устали. Приложение на русский прибыл на негативе в подземном мире связано у нее с негативными переживаниями ватарства, темнической фаре, подникшей, пустая. В исходу в житве всеподобному негативу не обнаружили. Эллингико даже безнамерзное, нецепленные дамы, фотографии. Это подходило не во всех отношениях. То есть, в своей войне ее вполне устраивало. Да и все-таки идея негатива возвращения в мир живых тоже подтверждает, что никакого дискомфорта в мире мертвых, она — фаристский звук. Не удалось ориентировать негативу со звуком, которому талантливый сможет Кэрол Дайффе. Она привлекает к итерации для передачи перехода из мира живых царств. В первой строке повторяется звук Д. Повтор подкрасывается по второй строке, и здесь возникает звук Ш, который, несущий на начале третьей строки, и он уточается и переходит в С в ее конце. Доминируется в третьей строке звук Ф. Кэрол Дайффе. Казахстана звуков должна передать утрату телесности и переход в состояние тени, наполненной шлющикой энергией взрывной ТЭС, словно дунновением ветра, шлечнячей Ш, затыкающей С, а затем не у меня Ф. И вся эта звуковая ядра переводит гинологизм «ноуэн». Значение в союзу «вэн» когда? Именно один час в английском языке для летения, как в насквении. Добавление в этой статье нечислистно меняет смысл союза на трагин положение. Никогда. В английском языке в таком значении уже звучит путь словом «нэвер». «ноуэн» подразумевает отсутствие времени вообще, а «ликс» переводит гинологического означает «невидимый». Можно сделать, что эта ледика находится в мире где ни время, ни простран, кто упал, в обычных церквях. Анализ небольшого ответа показывает, насколько сложно с переводом передать все оценки смыслов динам. Вероятно, с лица праздник было бы дать непосредственно задерживание сердца диссертации по суточному цитированию текстов, а политический интеллект поместить в приложение. Впрочем, в самом анализе стихотворений британских протестов каких-то серьезных пробахов не прорушиваются. Приятных учителей не оставил разговор стихотворения «Анкатвари». Он учился весьма объемным и глубоким, так как исследователь включил в него разные аспекты текста – образность, формальный элеметр. К тому же, в данном произведении мужской персонаж не шел от того негативного ореола, который часто встречается в других сочинениях «ДАФИН». Обычно мужчины изображаются как существа анемистичные, лицемерные, капарные, хвастливые, слабые, институты, и «Анкатвари» и «Анкатвари» и «Британская ПТС» не пытается издействовать шел от карикатуры, а возносится в руку великого драматурга до его уровня. «Талантливая архитвари» проявляется в стихотворстве от чувственной сферы. «ДАФИН» воспринимает подобные стихотворения как вполне оправданные и разумные. А в свою диссертацию удалось уклонить внутреннего стихотворения убедительно предательственному анализу. «Талантливый анализ» пришел в третий раздел «Постмодернинская парадигма» «Глибки Кэнтадзи», которая, как это звучит цель сама Илья Синкаладна, она намеренно рассмотреть постмодернинские объемы поэзии Кэнтадзи в художественном уровне и определить специфику интерпретации идей культуры названной поэзией «Мотологический», конец так, конец в автобусе скотом способ и для изотебии как интерпретаций, изоматичность, двойное кодирование авторский мастер, телеск. Угрожение материалы раздела не вызывает, но иногда возникает ощущение некоторого насилия над текстом. Подобное случается часто, когда криптические формулы, понятия, которые приходят приоритетировать на жительную игру, на единицу, на единицу, на единицу. Посмотрим, что это про двойное кодирование. Николаеву так предоставил реализацию футболистов произведений. Прием двойного кодирования позволяет воспринимать идеологию произведений как минимум в двух классиках. Восприятие только внешнего салютинного его эффекта для рядового читателя. Восприятие про его моду в заднике и текстуального текста для читателя любви к конецентам. Так, подробнее, можно дать почти любую отбору. На экзаменском театре развития художек, частные мероприятия в детском образовании, мы запринемали ученые комедии «Меркушенцы» и «Уттачка», чем была драма «Република» и «Парты». Восприятие поэзии, литературно-производительные технологии, исключения, птицы, мысли, 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 мысли. Впрочем, я тут принимаю это предоставление как чипов автор. Это диссертация с этой проблемой литературно-производительной технологии. Возникающие перспективы, когда есть педиток в соотношении, мысли, 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 мысли. Мысли, 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 мысли николаевны и соответствует установленным требует она осуществлена в форме докладов на конкурсенции а также в группу миграции а в следующий раз диссертация полный герметр платно поражается вполне проблематик в суде зрания и результат проведенного 10 николаевны и уникальные исследования текстовая часть потом составляет 178 страниц искусств литературы на страницах 179 по 30 и включает в себя 10 учителя на время практической диссертации связано с возможностью применения ее материалов преподавание курсов истории злоберной литературы 20 и 21 века университетов и школах искусств литературных курсов по постмодельному зову современные британские поэтики серта цели в кодоверном и отличается квалифицированным подходом к решению исследовательских задач, адекватность и масштабных сюжетов и материалов, системным характером культурных обследований. А также диссертация возле учебных вкладных учений поэтии правой даты, что приводит новые перспективы для исследования современных британских поэти и для достижения более полной и объемной характеристики литературного процесса в Великой Курсии. Все очень сложно и позволяет заключить, что диссертации в Уфе и Синько-Лаве в Космодельном Кировой Аттазе представлены из самой закрученной, санкетно-выполненной, санкетно-выполненной, санкетно-отворальной, незначимой и практической акции получены в реализационные исследования. Таким образом, диссертационный исследование в Космодельном Кировой Аттазе Санкетно-Нераве в Космодельном Кирове в Киеве в Киеве в Киеве в Киеве в Киеве в Киеве в Киеве, Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое, Владимир Николаевич. Пожалуйста, Лиза Николаевна, ответьте на вопросы и замечания зального оппонента. Прежде всего, я не могу не поблагодарить уважаемого Владимира Николаевича за то внимание, которое он уделил моей работе, ценные конструктивные замечания и рекомендации, все из которых обоснованы и по поводу которых мне хотелось бы дать следующее объяснение. Относительно первого замечания об отсутствии связи обзора современной британской поэзии, представленного в первом параграфе первого раздела с раскрытием тела диссертации. Считаю, нужно вам объяснить, что решение поставленной задачи, а именно приведение сравнительного анализа политических движений Великобритании, ставших предвестниками постмодернизма, послужило прежде всего опорой для литературно-критического анализа поэзии в практических разделах исследования. В настоящем параграфе задается тон исследований, в том числе определяет его фокус на характеристиках времени и исторических предпосылках, ставших предвестниками постмодернизма в стране. Да, действительно, именно Карл Эндахи упоминается лишь в пятом параграфе разделы, достаточно формально. Среди исследователей новой поэзии, причисляем к новым авторам, наряду с представителями философской велики по этому социально-политическому направлению, а также другими представительницами женского письма. Намеренно обобщено здесь место проэтессы в литературном процессе, поскольку категория, усматриваемая в том же последнем пункте настоящего раздела, формирует инструментарий, который использован при анализе творчества избранного автора практически в главах работы. Второе замечание касается утверждения о том, что творчество писательницы отражает чувство глубокой веры. Необходимо пояснить, что настоящее его заключение относится к нашим убеждениям в том, что основы христианской веры, заложенные временем его возраста, в поэзии Карл Эндахи находят отражение последованно, через общечеловеческие ценности и ориентиры, воплощением которых и становятся действующие ветхозаветные фигуры. Мария Магдавина, Иисуса Христа, Клавдия и Фракулы. При этом, безусловно, имеет место быть ироническое выигрывание и специфическая трактовка самих библейских сюжетов. В качестве примера приведем строки из стихотворения «Молитва». «В час дневной, когда совсем нет ночи, в молитва жизнь войдет сама, и просияет женское лицо, она застынет тело, распрямя деревья, в сауну по воздуху летает». Это, в свою очередь, не противоречит тому факту, как верно помечает Владимир Николаевич, что в 16 лет Даффи объявила, что подливается религиозной верой. Бунт против мещанского мира, в котором выросла будущая поэтесса, где она по собственному признанию лишь ходила в церковь, а по субботам работала в парикмахерской, и последовавшей пиздец веры, тем не менее, не стерл из ее мирозренческой картины саму религиозную составляющую. Хотя произведения поэтессы и не содержат в строгом смысле слова прямых отсылок религиозного убеждения. Я полностью принимаю эти замечания, касающиеся поэтического приложения, стихотворения, энергетика на русский язык. Что касается передачи игры со звуком, который дополнительно использует Кэр Лендарь, следует отметить, что при использовании переводческого приема опущения, конечно, звуковая игра часто опускается из текста левого до фулс исследовательского внимания, смещается на другие стилистические приемы, присутствующие в контексте. Более того, стоит принципиально согласиться с утверждением Владимира Николаевича о том, что существование в Аиде героиню стихотворения устраивало, и никакого дискомфорта в мире мертвых она не испытывала. Что заставляет женщину так думать? В анализе названного стихотворения, представленном в нашем исследовании, отмечаю, что мифическая героиня Удафи счастлива, что умерла и, наконец, покинула объятие Орфея. Почему? Приведу пример из текста. Он великий, о, жизни важней, лиры-сенсей, стихотворений, фокус, а я как бонус. Дорожаю истинную признательность Владимира Николаевича за последние замечания, которые касаются авторской маски и принципы той трактовки постмодернизма, которые мы можем наблюдать в любую историческую группу. Дело в том, что существует, в принципе, две трактовки постмодернизма исторической и трансисторическая. Если мы говорим об исторической трактовке, конечно, мы говорим о том, что это направление, это эпизод литературного процесса, который соответствует определенным историческим рамкам. Если мы говорим о трансисторическом понимании этого понятия, то, конечно, мы можем сказать, что это характеристика любой кризисной эпохи. Выражаю искреннюю признательность Владимира Николаевича за доброжелательный отзыв, замечания и выживания уважаемого оппонента, стану ближайшими перспективами на его исследование. Спасибо. Кроме предоставляется официальному оппоненту Лидии Рейновне Вилилаевой, кандидата филологических наук, педоценту Крымского инженерного педагогического университета имени Кинаев-Ивзееву. Пожалуйста, Лидия Рейновна. Здравствуйте, уважаемые педагоги. Прежде чем выступить в предложении официального оппозиции, я хотела бы выразить 2 года в предложении выступить сегодня официального оппонента. Спасибо большое. В своей работе Лидия Николаевна обращается к выучству шотландской поэтессы Кэролин Дарфи, поэта-бомбриата, представительница новых авторов британской литературы в последний третий, 20-го, начало 21-го веков, рассматривая его в постмодернистском ключе. Рамки с исследованием актуальны по нескольким причинам. Во-первых, постмодернистский дискусс, как справедливо отмечает сама исследовательница, постоянно выполняется новыми средствами поэтического языка. Поэтому существует актуальная необходимость в осмыслении идей, которые формируют современную поэтику по смодернисту, и изучение его основных характеристик, что нужно найти на коренке 3-й сервисового исследования. Во-вторых, исследования творчества шотландской поэтессы вносит вклад в современную шотландистику, неизбалованные физическим вниманием отечественных джонок и джонок. В-третьих, политологическая гендерология, свет актуальна для сегодняшнего теоретического контекста в целом, также далека от исчерпания шотландистик. Отдельного внимания заслуживает проблема космодернизма именно в Шотландии. В WhatsApp в 21 веках авторская поэзия в Шотландии существует и будет существовать. Однако она вынуждена будет потерять или свойства космодерна, или свою шотландскость. Космодернистская парадигма, разработанная британскими гритиками и подтверждаемой диссертанкой, несовместима шотландским историко-национальным дискурсам. Если принять современную поэзию шотландца за образец космодернизма, придется признать, что шотландская национальная литература на губ перестала. Ни массовой, ни элитарной она кодироваться не может. Моральный и эстетический флурализм лишает литературу целой стороны и целого народа роль духовного ориентира и обрекает их на перспективу неизбежного исчезновения. Разумеется, подобные выводы делать страшно, однако необходимо для выявления возможных положительных альтернатив. И стоит в связи с этим оценить масштабность работы Веси Николаевна. Два уровня новизны этой работы совершенно очевидны. Анализ политических текста в шотландке Кэрландахе в контексте постмодернизма потребовал от исследовательницы собственной методологической концепции, отличающейся упорядоченностью и системностью. Цель наставленной диссертанкой позволила сформулировать весь металландующие задачи исследования, реализованные в трех разделах диссертанции. Первый раздел посвящен анализу ключевых теоретических понятий и методологических проблем исследования. В этом разделе 1.1 диссертанка предпринимает попытку упорядочить термологическое многообразие относительно определения современной поэзии и новой поэзии материалей англоязычных исследований страницы 14-15 в диссертационной работе. Следует отметить, что в отечественном литературе-виде также имеется работа, касающаяся английской поэзии исследуемого периода. При влечении их расширило бы исследовательский ракурс Лис Николаевны и позволило бы дать более объективную оценку ключевых понятий. Философский и художественно-посмодернистский дискусс обоснован в подразделе 1.2. Считаю, необходимо обратить внимание на следующее утверждение о СССР, которое можно найти на странице 29. Кроме того, именно Ильхав Касан передует телепосмодернизм примитив территории. Ссылка идет в 1971-м. Илья Сергеевна Голованова в своей истории мировой литературы точняет, впервые термин «посмодернизм» был употреблен в 1914 году в работе Рудольфа Фанлица «Клинис европейской тиссуры». В 1934 году в своей книге «Онтология испанской» и латиноамериканской поэзии литературовед Фредерик де Онис применяется его для обозначения реакции на модернизм. Однако в эстетике термин «посмодернизм» в это время не прижимается. Это же утверждает Зубков Владимир Иванович в своей статье «Ителечимость методологических принципов противоречивого постмодернизма». Таким образом, в современной отечественной науке есть несколько иная точка зрения, в том числе отличная в их позиции «свискательницы». В разделе «2» диссертанка объединяет анализ становления творческой личности поэтессы и биографического, и историко-литературного контекста. Подраздел освещает разные периоды и творческие доминанты у Карелла Гарри, раннего периода творчества и начало общественного признания, зрелый период, и женское письмо, общественно-политическая лирика и литература для детей. При всей разноплановости указанных подразделов диссертанка, к сожалению, менее внимательна в динамике шотландского и историко-литературного контекста, хотя на протяжении всего исследования неоднократно подчеркивают национальную специфику и биографии, и творчества выбранного автора, проблемы внутренней миграции и национальной идентичности. Это можно найти в тренировках 5, 10, 11 на протяжении всей работы. Между тем, современное шотландское литературоведение акцентирует внимание на творческой короландации, что фиксируется в авторитетных знаниях по истории шотландской литературы. В разделе «3» проанализированы базовые лирические приемы постмодельницкого текста. Среди них выделены интертекстуальности, реализованная посредством аллюзий на мифологические, библейские и литературные сюжеты, а также цитаты. Анализ авторской маски подразделит «3-3» поднимает проблему национальной идентичности и самоидентификации в условиях внутренней миграции в случае акта «минемиграции». Тема крайне животрепещущая и актуальная, находящая в путь в литературе в современной иммиграционистике. Мультикультурализм поэзии Кэролен Дарфи рассмотрен сквозь призму шотландскости, английскости и британскости, что в очередной раз убеждает в уникальности исследовательского материала. В заключении подведены итоги работы и намеченные перспективы дальнейшего исследования. Сумирая вышесказанное, можно спрогулировать следующие замечания и вопросы. Первое замечание. Анализируя определение современной поэзии и новой поэзии, лестница Николана ограничивается англоязычными исследованиями. Между тем, в отечественной литературе также имеются работы, касающиеся английской поэзии, 20-го и 21-го веков, по прощению которым уточнило бы историческую парадигму диссертанту. Также лестница Николана менее внимательных динамики шотландского историко-литературного дискурса, хотя на протяжении всего исследования неоднократно обращается к шотландскому контексту и биографии творчества поэтесси. В связи с этим возникает вопрос о месте и роли Кэролендафи в ментонациональном британском поэтическом дискурсе, как шотландской поэтессы, англоязычной поэтессы шотландского происхождения, известной шотландке, как называют эти диссертантов своих работ. Публичный дискурс в творчестве Кэролендафи напрямую связан с проблемами мультикультурализма и национальной идентичности. Как ситуация внутренней миграции влияет на толкование неоднозначного концепта родина в творчестве поэта лауреата, прослеживается ли какая-то динамика составляющих этого понятия, что для нее являются родины. Также заключение к работе слишком лаконично не отражает в полной мере тех выводов, в которых приходит диссертан по своему исследованию, и в работе имеются некоторые технические покрешности и степетические недочеты, однако их количество не превышает допустимых значений и в целом не искажает научного стиля диссертации. Несомненно, в полученных процессе исследования весь Николаевный результат обладает высокой степень недостоверности, что подтверждается широкой научно-методологической базой и глубоким самостоятельным анализом произведений. Автор реферата 23 публикации достаточно полно отражает основные положения и содержание диссертации. Высказанное замечание имеет в основном дискуссионный характер и не снижает общие положительные оценки диссертации. Диссертация Рейси Николана Грухенко на тему «Посмидернизм поэзии Каэлла Мудакия» является завершенным самостоятельным научно-квалификационным исследованием, в нем решены научные задачи, имеющие важное значение для современного литературовения. Диссертация соответствует паспорту специальности 1001.03 литература народа стран-зарубежья и требования соответствующих пунктов положения присуждения ученых степеней, а автор заслуживает присуждение ученых степеней кандидата на лот по специальности 1001.03 литература народа стран-зарубежья, литературство на Западной Европе, Северной Америки, а также в Иран, в Австралии и Новой Зеландии. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Евгения Раимовна. Я прошу Леониду Николаевну ответить на замечания и вопросы. Я очень признательна. Мы можем объяснить, что труды современных англоязычных исследователей были привлечены намеренно для ознакомления с английской терминологией. По проблематике, в частности, это терминология modern poetry и contemporary new poetry. Поскольку становление Карла Лендафи как поэтессы пришлось на 90-е годы XX века, отмеченные расцветом нового поколения писателей-поэтов. Это, в свою очередь, привело к возникновению вот этой самой языковой коллизии, функционированию терминов «современная поэзия» в русском языке и «новая современная поэзия», в рамках которой в Велике Новых Австралии в том числе появились идеи постмодернизма. При этом я согласна с уважаемым оппонентом, что обращение к трудам отечественных литературоведов уточнило бы нашу исследовательскую парадигму. Я полностью принимаю второе замечание, за которое благодарны Лея Раимовне и действительно 30-е годы прошлого века литературовед. Леонис применил термин постмодернизм для обозначения реакции на модернизм, однако, как совершенно верно заметил уже мой оппонент, в эстетике того времени он не прижился. Отвечая на третье замечание, у динамики шотландского «Историк литературного дискурса» необходимо пояснить следующее. С одной стороны, Пайдес в юном возрасте оказывается в ситуации внутри эмиграции и знакомится с эмакологической позицией «я, свой и другой», остро переживая период отчуждения, что и находит выражение в ее ранней лирике, вошедшей в том числе взорной другая страна. С другой стороны, профессор Чеприс Хоббур, Вали Монахи, антология поэзии 20 века, под редакцией Роберта, верно подмечает, что шотландские поэты нового времени, нового поколения, которым Артем причисляли и дави, ищут способы не обращать внимания на проблемы шотландскости. И в этом горький вывод, поскольку они настроены против маскулинных элементов и идеи национальной самозначенности. На вопрос о влиянии ситуации внутренней миграции на торгование и неоднозначных концептов Родины в творчестве КРЛБ, хотелось бы ответить, что на наш взгляд в лирике автора проследуется следующая динамика. В ранней поэзии образ Родины сопровождают чувства настойки, тоски, утраты, утраты детства, культурной самобытности, языка и самосознания. Именно о месте и роли темы шотландской самоидентификации в жизни и творчества автора идет речь на пример стихотворения изначально. При этом потею шотландской идентичности поэты осознают отчетливо, что преподносится как своего рода изгнание из-за русского сада. Поэзия исследованного автора в данном случае пример процесса ассимиляции. Следовательно, далее публичный дискурс в работах Кирилла Даффи связан напрямую с проблемой люди-культурализма. При этом в конце 20-го, начале 21-го веков на первый план уходит контекст, в который может быть помещена национальная идентификация, как депританскость, английскость или шотландскость. Таким образом, автор самолично, пройдя революцию, вот ископленного ребенка, попавшего под влияние другой культуры и впервые в жизни задумывшегося о том, кто я и откуда, до сознательного гражданина, поднимая вопросы эмоциональной идентичности в проекции на себя лично и на страну в целом. Также я хотела бы принципиально согласиться с последним замечаниями в Ленинграде и еще раз хочу выразить признательность за инструктивный пункт. Все замечания обещают учесть в своей дальнейшей работе. Благодарю. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, что в дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации, не только члены диссертационного совета. Пожалуйста, ну я думаю, что сначала специалисты должны высказаться по данному направлению. Пожалуйста, Галина Игоревна, начинаем с вас. Спасибо. Ну мне кажется, что работа состоялась безусловно, работа интересная, значимая и все задачи, которые были поставлены, как они были нам тут озвучены, мы будем познакомились с ними. В общем-то, они в целом, в общем, выполнены. Но еще я бы хотела особо отметить коллективное ведение научной дискуссии. Многие, не у всех аспирантов, особенно молодых, вот это вот получается. И здесь, наверное, безупречно. Все как надо. Ну и на самом деле, вот умение согласиться, умение, надо расстоять свою точку зрения, где-то согласиться с замечаниями. Это, ну, вот, молодец. Валерий Петрович, удачи. Спасибо. Пожалуйста, Любовь. Можно я тоже, как тип и специалист? Я присоединяюсь к предыдущему актуалу. Прекрасное впечатление защиты, просто блестательное. От работы очень, очень корректно. Переводы у нас тут, дискуссия произошла, да. Я бы, ну, я одобряла ваши вольные, а вот специалисты, вот, нет, правда, там, та вольность, которая придает остроту какую-то, понимаете, парадоксальность, там, когда идет, там, в сети ругательства, да, там, дурак или еще какой-то. Болван, осел, да. Ну, в общем, мы все это уже в нашей памяти, да. Вот, да, а теперь, это была мучка, но, да, теперь маленькая, немножко, там, дегтя, да. Значит, по структуре, желательно, это совет, совет, если вы будете делать какую-то пособие или прочее, значит, либо у вас получается, что переводы некоторые идут двойные, то есть они в приложении и в самом работе. Лучше один раз, лучше делать ссылку, что типа с СМ-приложением получится, или же, или же еще, вот, когда мы смотрим в приложение, там, взять на легендарь, когда-то, потому что, ну что, смотришь, переводы и ищешь потом, вот чисто технически. А теперь посмотрите, вот смотрите, у вас 22 слезки для себя любимых. Сейчас, наверное, это требует, потому что вы ссылаетесь, что это требует. Это мы знаем, да. Но на этом фоне у вас нет ни Липовецкого, у вас нет ни Скарапановой, можно по-разному к ней относиться, ну, кирпич, а у Липовецкого, так, вообще, вот такой, да. У вас нет ни Курицына, хотя там Леотар, там, так сказать, и Ленавр, ну, все. Но это, понимаете, это все-таки, а то у вас, понимаете, такое немножечко перекос был, вот там они, типа, все делали, да, да, а наши где, вот, причем они очень достойные, потому что в этом смысле Липовецкий был вам полезен, потому что у него есть такой мягкий костмодернизм, да, и такой жесткий, да, ну, пусть надо, да, 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 кстати, он зарубежный тоже делал, и понятие, вот, мне так сказать, преодолевший костмодернизм, у него тоже там затронута, то есть можно было как-то обериться. Вот тогда у него прекрасное впечатление будет. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Лена. Не специалист, так сказать, в узком смысле, да, но я эту работу знаю как эксперт, у меня на кафедре, был эксперт, когда мы обсуждали. Рецензиент. Рецензиент. Ну, совершенно один, спасибо себе. Я не знаю. Поэтому работу я хорошо знаю, и что хочу сказать. Действительно, работа хорошая, работа состоялась, защита замечательная, и вот это как раз тот случай, когда студент берет тему еще в раннем студенчестве, да, практически, и заканчивает, вот, становясь кандидатом науки, я надеюсь, что становясь, да? Да, и будем надеяться, что продолжение следует. И вот здесь как раз тот случай, когда мы стали свидетелем, ну, такого, свидетелем для этого, такого особого отношения к исследуемому материалу. Это очень уверенно, так сказать, да, когда вот такая заинтересованность к тому, что изучаешь, да, и если бы, если Николай мне сказали, что можно еще написать 150 стадий, значит, надо еще написать, а не больше, чем уверенно. Переводы можно, конечно, спорить, вот, как Назар Николаевич, как специалист, я не обладаю близким иском настолько, да, чтобы понять все эти вещи, но, действительно, здесь в переводах вот эти больности действительно добавляют шамма и понимание, я, ну, на каком-то, наверное, другом, не столько языковом, сколько смысловом, и в этом отношении очень хорошо это сделано, поэтому здесь, вот, мне кажется, да, с другими плюсами. И, конечно же, бесспорно, такое количество публикаций тоже, когда и об активности исследовательской аспиранта, да, заискателя, и о, ну, таком, каком-то, внутреннем сюжете исследовательства, свидетелем для которого мы, собственно, посчитали. Спасибо, Весене. Да, пожалуйста. Да, Сергей Дмитриевич. Работа интересная, работа добротная, работа качественно сделанная, с хорошими переводами, понравились мне переводы, молодец. Я буду голосовать за, призываю присутствующие действия поддержать, если уголовно, потому что, действительно, тот вывод и те итоги, которые, если по-моему, пришли, весна заслуживает, молодец. Спасибо. Можно много говорить, но я скажу только об одном положительной, светлой энергетике, который сочарят свои сказки, не дают мне в этом улове голосовать, я буду голосовать. Может быть, те, кто присоединен к нам дистанционно, Людмила Михайловна, Лара Николаевна, может, вы хотите рассказать? Да, пожалуйста, Лара Николаевна. Да, я не знаю, как-то, Сергей Закуриан, может, какой-то такой творёвочке, как-то создались с Людмилой Михайловной. Да, знаете, мне показались, все работы, сейчас нужно уже резюмировать это, крайне интересные. Может быть, я, скажем, не абсолютно, по моему научному профилу, я никогда себя не ограничиваю какими-то рамочками, где никто у тебя не ограничивает. Не только междисциплинарность, но и францидисциплинарность характерна для людей, которые занимаются академической, серьезной группой и прочее. Но куда еще более интересными и полезными были отзывы, замечательные стишки на отзывы, с удовольствием послушала. Это наставление не только для молодых, захитившихся ученых, у которых вся жизнь впереди, но и какие советы для нас, для всех остальных. Например, учет панетического уровня, как Николаевич говорит. Ведь панетика создает и сенеотический комплекс и как творение, ритмы и все прочее. Вот такое легкое запихяние аппокетов дает основание для разного репрессия. Это очень интересно, очень полезно. И все-таки у меня есть нефть замечательной. Может быть, от вредности характера, может быть, отсутствие. Препозла каждому из нас. Во-первых, количество работ. А, начну с другого. Панетийный аппарат. Если говорится, что панетик до какой-то термины находится в состоянии становлений, это не снимает у исследователя, взявших спект на какую-то термину, необходимость определить свою дефиницию. Хотя бы в перечне каких-то значимых для этого признаков. А вот такая размытость, дефинитивная, или точнее, поле отсутствия четкой позиции аппокетитных термина смещает акцент в репрессии материала и в тех выводах, которые требуются. Второе, чего мне всегда не хватает в этом случае – текстов. И вот тогда презентацию, которую готовят соискатели, они столько повторяют разделы, как их работа. Они у нас перед глазами. Сколько дать возможности через текст понять, о чем идет речь. Вот я хотела спросить, как реализован, например, текст этот кино? Это некоторая перечка, будет варианты категории. Это по березу и плотаре, и по каким-то собственным разумениям. Без структуры текста, без анализа процессуальности в тексте невозможно понять адекват и выводы об общении, о которых сделаны. Или приупречены. Эмпирический материал должен иметь такую наглядную мифистацию. Это речь. И теперь о количестве публикаций и апробации. Я еще раз повторю вам под совет, рекомендант, который вам как-то важен. 23 публикации. Замечает, что это отражает внутренние стимулы к установке стоискателя. Да, но они все только в круг. Нужно выходить на буквы широких публикаций, чтобы приводить отзывы, чтобы приобретать мнение о работе извне. Это важный компонент. Равно как и конференция. А в целом я вот не знаю, как сложится судьба и моя, и только я хочу поблагодарить сегодняшний совет, знакомство, столет с теми, встречи с теми, которых я давно сына, и я испытала очень в любви грифории и радости. Спасибо большое. Спасибо. Еще есть какие-то... Я хотела сказать, что, конечно, хочется поддержать, потому что человек понимает процедуру и умеет себя в этих стесненных нервических обстоятельствах вести очень достойно. Я особенно это хотела отметить. Но еще, конечно, это не просто влюбленность, говорят, женская, это эмоциональная. Но, ребята, в науке все-таки немножко другое. И вот это вдумчивое отношение, это понимание подлинника и перевода, даже если он показался не вполне таким, каким должен бы быть с точки зрения оппонента, я скажу, здесь перевод сделан из одной культуры в другую. И вот это достоинство. А все остальное будет делать монографию. Молодец, совсем справится. В таком случае, если мы говорим о переводах, то переводов не хватает. Это одна из главных проблем, потому что я Евангелие от женщины читала в оригинале вместе с мамой учительной санглески. на тот спор. Поэтому, ну, не каждый имеет такую возможность, поэтому, мне кажется, эта перспектива... Надо с комментарием читать Евангелие от женщин. Не надо нам... А в коробной ряда. Вот эти все... Она засуливает отдельные, может, публикации. Да, что ли. Ну, это личное пожелание. Спасибо. Просто буквально два слова. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, да, действительно, эта защита произвела впечатление и оставила очень приятное впечатление, ощущение от всего. И несмотря на то, что это сегодняшнее наше третье заседание, несмотря на это, все это было бодро. И мы сами были бодры благодаря Лизе Николаевне, за что и отдельное спасибо. Еще один момент. Просто вот по поводу, опять-таки, переводов. Не переводоведческая сегодня работа, естественно. А по поводу переводов хочется сказать, что по всякой поэтической вольности перевод действительно... Вот я поддержу сейчас Ирину Георгиевну. Перевод из одной культуры в другую. Они это предполагают. Собственно, хрестоматийный, пример этого, это вот честная бедность Бернса, и вот этот шуб придворный орд, ему должны выкланяться, или пусть он чопоренный горд, бревно бревном останется. Никакого бревна у Бернса нет. А тем не менее, для русского кулка, для маршака, для нас, для всех, это все было как раз соответствовало нашему впечатлению. И еще просто, может быть, там предложение, замечание такое на пунктстве. Как вот мы не так давно с Натальей Павловной выяснили, сегодня уже нет постмодернизма, а есть и метамодерн. А метамодерн – это как раз то, о чем шла речь сегодня. Это балансирование между иронией и искренностью. Иронией и искренностью. Это очень метафорично и непрефорично. Ну, это, и занятное дело, что это вот те самые теоретики, которые предлагают нам геопоэтику и все прочее, но, к сожалению, больше метафорично, нежели научно. Тем не менее, от этого возможно отталкиваться, на это можно создавать уже научную систему. И вот эту самую балансировку между искренностью и иронией можно, наверное, благодаря этому осмыслить. Поэтому я желаю здесь успехов. Я думаю, что эту работу просто нужно продолжать. Тем более, что я думаю, что и Хэролиндафия не исчерпана. Я думаю, что и рядом с ней есть другие поэты, которых можно и предшественники, и последователи уже, и современники, ну, то есть, непосредственно, так сказать, друзья. Поэтому здесь есть перспектива, и она, я думаю, очень хорошая. Спасибо большое, короче говоря, и соискательнице, и оппонентам, и тем, кто участвовал в сегодняшней дискуссии и задавал вопросы. Я прошу, да, во-первых, мы должны предоставить еще заключительное слово соискательнице. Пожалуйста, если не было. Уважаемый председатель Сергей Олегович, уважаемые члены Центрационного Совета, я глубоко благодарна за то внимание и поддержку, которую я сегодня получила, за тот труд оппонентов, которые проявили при подготовке отзывов к диссертации, и, конечно, за ту высокую оценку, которую они мне дали. И спасибо авторам внешних отзывов, также хочу поблагодарить кафедру русской и зарубежной литературы за доброжелательное отношение к моей работе и лично ко мне. И отдельный поклон уважаемому секретарю Максиму Вадимовичу за неоценимую помощь и благосклонность. И, конечно же, особые слова благодарности и признательности моему научному руководителю Елене Константиновне Беспаловой за наше сотрудничество, результатом которого и стала представленная работа. Да, на работу я, конечно, также посвящаю своей семье. Защита не стала бы реальности без их поддержки. Благодарю вас всем за внимание. Спасибо. Спасибо. Сейчас будем приступать к голосованию, поэтому я попрошу не членов совета пока покинуть. Спасибо. Спасибо. Попрошу голосовать. Как отвратительно, количество проголосовавших на глазах растет. А я же проголосовала, мне меньше на один стало. А как снять? Что-то дважды нажимает. Кто-то нажал дважды. Я один раз. Кто-то дважды нажал. И еще раз меньше на один стало. Кто-то дважды нажимает. Вот, раз, вот. А еще один. У всех все получилось, коллеги? Дорогие, могу объявить результаты голосования? 12 за. И я попрошу сразу посмотреть протокол заключения. Проект заключения. Да, проект заключения. Так, я попрошу вас. То есть протоколы и выгод за него прогнозы. Да, коллеги, давайте. Значит, при голосовании в определенном интерактивном режиме по вопросу по присуждению Гухелька и Леси Николаевичу на степени присутствовало на заседании 12 членов совета, в том числе докторов наук по противу 3 принимало участие в голосовании 12 за, 12 против, 0 возбежались, 0. Так, кто за то, чтобы утвердить этот протокол, прошу голосовать. Спасибо. Спасибо. Кто против, поддержался, принудто и единогласил. Спасибо. Все, сейчас закончилось. Теперь, сейчас еще вот заключение. Если у кого-то есть принципиальные какие-то сейчас замечания. Ну, я думаю, что там опечатки есть. Я видел. Ну, а в целом, там само заключение, непосредственно, на том числе, все заключение вполне объемное, и по делу ли там нет каких-то, ну, несоответствующих, так сказать, ситуации оборотов. Поэтому, я думаю, что в целом мы можем это утвердить, а все, так сказать, мелкие недочеты в рабочем порядке и устранить. Кто за это, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принято и единогласно. Можно приглашать. Да, спасибо большое. Спасибо, Тимор. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо большое. Мы поздравляем Алексею Николаевну и желаем ей дальнейших успехов. А наш сегодняшний рабочий день завершен.